К нам присоединяется Юрий Христинзен, аналитик медиа-центра «Одесская политическая платформа». Юрий, здравствуйте. Добрый день. Ага, я тут читаю свежие новости. Там граждан России в Одессу за бабки через границу водили, но поймали. Уже передали службе безопасности. Что у вас там за движения такие? Честно говоря, эту новость не читал, прокомментировать не могу. Даже себе слабо представляю, что это может быть. Не, ну просто интересно, там какое-то движение в направлении, скажем так, оккупированного Приднестровья. Там машины ездят, люди двигаются туда-сюда или нет? Смотрел недавно расписание автобусов в Пишенек. Они сейчас ходят мимо Приднестровья. А история, которую я вам рассказал, вот она как выглядит. Государственное бюро расследования разоблачило гражданина России, организовавшего незаконную переправку мужчин за границу, а именно в Одессу. Вот ему светят до 10 лет. Так что реальная история. Есть фотки задержания, официально выложенные ДБРовцами. Так что такая вот история. Но мы знаем, что были такие нелегалы, в основном бежали от войны в Украине, но чтобы граждане России бежали в Украину, которая под ударом агрессии, это я впервые слышу. Чего не бывает. А вот, кстати... Здесь могу дать короткий комментарий. У меня есть знакомый россиянин, он ученый. Он живет уже давно за границей. И он говорит, что еще там в 15-16 году с ним связывались его знакомые из России, которые занимают государственные посты, с вопросом, уже пора бежать или не пора. То есть саму эту мысль в России обсуждали давно те люди, которые находятся на госдолжностях. Но то, что это примет сейчас, такие формы, это я даже не подозревал. А вот тут интересный момент, когда мы вспоминали популярную цитату или тост от Гагарина, космонавта, о том, что поехали. То, что он сказал тогда на космодроме, его используют как тост «пора валить». Так вот, за подсчетами еще 2 миллиона граждан из Российской Федерации поедут. А если посыпется все или начнется какая-то заварушка, вот как вы видите, восточные и южные рубежи Украины, Украина должна закрыть полностью границы для граждан России. Сейчас ввели визовый режим. А вот если тост «поехали» скажет уже не 2 миллиона, а 20 миллионов, тогда что делать? Ну, давайте тогда... Хороший вопрос. Давайте немножко развернуто на него. Первое. То, что сейчас происходит, выгодно гриму. Украинский политехнолог Сергей Гайдай когда-то считал, что за двух воинов, частью российских военнослужащих погибло 650 тысяч человек. Я думаю, после нынешнего этапа войны это будет за 700 тысяч туда. То есть по совокупности совершенных преступлений эти люди не могут уйти при жизни от власти. А дальше давайте смотреть примеры пожизненного правления, которые мы сейчас прямо наблюдаем. То есть все эти страны, там Куба, Северная Корея, это все будут авторкии. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в России, это постепенный переход в авторкии. Из нее уезжают люди, ну, скажем так, с более-менее либеральными взглядами. Ликвидируется полностью свобода слова, полностью окончательно остаются государственные сми. И экономика закрывается внутри себя. Как показывает мировой опыт других стран, ситуация в авторкии можно править пожизненно, передавать как в Кубе своему брату, либо там в Северной Корее своим детям власти. Вот, бедненько, страна не развивается, может существовать долг. Вот, это как бы с одной стороны. Теперь с другой стороны, если эта штука в авторкии не перейдет и взорвется, то есть если ситуация в России, так или иначе, перейдет к какой-то междоусобной внутренней войне, гражданской войне. Что делать с Украиной? Ну, первое, Украине нельзя это допускать. То есть вот я часто в украинских соцсетях смотрю, я вижу, что украинцы сейчас на фоне войны считают такую ситуацию справедливой. То есть если в России будет война, то это справедливо. Но с точки зрения рациональной, Украина в этом не заинтересована по одной простой причине. Это действительно десятки миллионов беженцев с искореженной государственной пропагандой, с искореженной вот этой психикой. Да, Юрий, но вы сказали слово «Украина не должна это допустить». Да как Украина может вообще влиять на такие процессы, бунт, гражданская война и в другой государстве, причем государстве, которое ведет войну и есть агрессором? Мы же никак не можем на это повлиять. Можем. Как? Мы не можем на это повлиять в том смысле, что наше желание, либо нежелание никак это не предотвратить, если это будут объективные процессы внутри России. Но то, что мы можем поддерживать российскую оппозицию, мы можем говорить на русском языке в российских оппозиционных СМИ, мы можем на это влиять. Еще раз, мы здесь не гаранты, что это произойдет, либо не произойдет, но влиять, безусловно, можем. Да, но вот вы говорите, если вся совокупная оппозиция, любого толка, левого, правого, не смогла за 30 лет решить эти вопросы, как вдруг во время войны и других катаклизмов она сможет повлиять на Кремль, в которую у силовиков в море бабла немерено, ну и желание выжить в случае форс-мажора будет намного сильнее. Ну, знаете, на мой взгляд, наивно исторические процессы рассматривать на промежутке 30 лет. Вот, если посмотреть на российскую электоральную географию, то там в воерезвлении граждан на той процедуре, которую в России называют выборами, до сих пор прослеживается крепостное право. То есть, когда мы говорим о таких процессах, такого масштаба, то, поверьте, 30 лет — это владельческий возраст. Ну да. И Халков говорит, что крепостное право — это духовное скрепо и наследие России. Это так, ремарка. Я здесь немного смешу... Тогда еще повторю, ремарку. Есть в России такой Ковальчук, который говорил, что цель пропаганды — это воспитание человека служивого. Это из одного флакона, да. Я здесь смещу фокус нашего общения. Вот есть новость, которая... В принципе, эту новость мы слышали, я так понимаю, только лишь утром. Утром многие слушатели радиостанций украинских. А сейчас вот пришло подтверждение о том, что эта новость была фейковая, так как хакерской атаке подвергся холдинг, которому принадлежит ряд радиостанций. И там, на этих радиостанциях, сообщили о том, что якобы у Владимира Зеленского ухудшило здоровье, и он оказался в реанимации. Ну, собственно, кто автор хакерской атаки, я думаю, называть не надо. И так понятно. Мне просто вот интересно. 148-й день полномасштабной войны в Украине. Когда используют россияне вот такие методы информационной войны, неужели они верят в то, что действительно у нас в украинском сообществе может кто-то в подобное поверить? Здесь вопрос, кто такие россияне. Если говорить о тоталитарных институтах, которые эту боевую пропаганду, собственно, распространяли еще в советские времена, то они не просто верят, они уверены, потому что это всегда работает. Если говорить о россиянах, здесь нужно смотреть на саму новость, на что она направлена. На то, что вот царь, с ним что-то случилось, и теперь как бы со стороной все будет плохо. А вот, в Украине ведь все иначе. У нас уже шестой президент, и как-то вот страна не развалилась. Причем это первый президент, у которого должность президента стала первой выборной должностью. То есть он пришел на пост президента не из политиков. И тем не менее, опять же, институции отработали, и со страной ничего страшного не случилось. И сейчас он как главнокомандующий, не имея вообще никакой военной подготовки, но я бы не сказал, что это самый плохой главнокомандующий. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, те, кто запускал, верят, направлено на россиян, для которых личность в истории важна. Для Украины, я вам честно скажу, даже если бы это было не фейковой новостью, ничего страшного бы не случилось. Украине работает государственной. Но тут интересно, вот смотрите, вы уже это поймали, суть, когда хакеры запускают голосом робота в Зеленский, в тяжелый случай уже в больнице, его обязанности выполняет глава Верховного Совета. Это же просто, ну, как бы, калька, это ужас нашего городка, как шутили когда-то в программе «Городок». Это же в России считают, что после Путина жизни на планете невозможно, как и самой планеты. И вот когда они эту кальку делают, перенося на президента Украины Зеленского, это показывает либо то, что это троечники делали вот эту пропаганду, либо двоечники. Если эта пропаганда направлена на среднего россиянина, они все правильно абсолютно делают. Так это же в ФМках Украины происходило. То есть это в диапазоне радиостанций, которые русские граждане не слышали. Это значит, что они работали по Украине, а не по гражданам России? Совершенно не обязательно. Дело в том, что пропагандисты, если будем говорить об активных мероприятиях, часто вбрасывают в новость какие-то зарубежные СМИ. В данном случае, раз новость Путина Зеленского, было бы разумно бросить ее в украинские СМИ. Для того, чтобы легализовать эту новость внутри целевой аудитории, в данном случае внутри России. Я могу привести другой пример. По российским новостям в 2014 году, во время президентских выборов, была большая фотография с сайта выборного украинского о том, что победил Ярош в 40% плюс. То же самое. Да, да, было такое. Разместили буквально на несколько минут, сделали скриншот, и дальше дали во всех российских центральных новостях о том, что Ярош победил на президентских выборах. Вот, пожалуйста, это совершенно не было направлено на граждан Украины. Украинский источник использовался для регидемизации новостей. Вот этот момент, который вы сказали, что, собственно, подобного рода новости могут быть направлены на россиян в контексте того, что вот смотрите, с главнокомандующим, как в российском обществе, царем, могло что-то приозойти. Почему, если действительно вот такого рода относительно Владимира Зеленского, что он мог оказаться в реанимации в российском обществе, могли в такое поверить, что у него за здоровьем могли оказаться какие-то проблемы, здесь охотно российское общество верит, но когда есть информация относительно здоровья самого Путина, вот здесь вот нет, открещивается, говорят, что он жив-здоров, здоровее, и все остальное рода информация о его здоровье — это фейки. Какой-то парадокс уходит. Новость о здоровье президента Российской Федерации, о том, что с ним какие-то проблемы, она распространяется в очень специфическом информационном пузыре, куда средние россияне не ходят. Я не помню этой новости ни по одному из центральных российских телеканалов, ни в одном РИА Новости, либо агентстве ТАЦ. То есть огромная машина дезинформации, кремлевская, которая работает в России, она эту новость не терражирует. Соответственно, среди россияне на ней не знают. Они знают, и я там... Ну да, это тема табу. Кстати, я вам просто свежачок принес. Смотрите, свежачок от директора ЦРУ Билл Барнс именно для СНН прокомментировал, что президент Путин слишком здоров, он так сказал, чтобы могли появиться какие-то сомнения насчет его состояния здоровья. Вот так говорит директор ЦРУ. Смотрите, саму новость я знаю, но совершенно неинтересно ее обсуждать. Вот будущее, как войны, так и всего остального, слабо зависит от здоровья президента России. Там тоже работают институции, просто это институции ГБшные, это институции патриотарные. И поверьте, если сейчас заменить нынешнего президента на какого-нибудь другого, вот радикально ничего не поменяется. Да, но это закон российской природы. Круговорот чекистов в Кремле называется этот закон. Я у вас спрошу о другом. В много лет российская пропаганда работала над имиджем Кадырова. Ему в свое время простили все, даже что в джихад, резать, убивать россиян на Кавказе, это все забыли. Отдали бабло, отстроили грозный, сделали в грозном очень грозного Кадырова, которым пугали даже чекистов в середине страны. И вот тут вдруг за несколько недель самый страшный, ну может после визитки Яроша Кадыров, превратился в тупого клоуна ТикТока. Вот те сериальчики, которые он снимает, ну это вообще пародия на пародию. Это, извините на слове, говно и палки. Это даже не пародия, только он там Зеленского и себя снимает. Вот почему вдруг самый страшный и удобный символ пропаганды Кадыров из ужаса перешел в клоуны? Давайте сначала ремарку по поводу чекистов. В Советском Союзе спецслужб на километр не подпускали к политике. Им запрещено было следить за членами ЦК, за высшими госчиновниками. То есть это все-таки новое, когда чекисты возглавили российскую политику. Что касается Кадырова, кадыровцев в Чечне, победа во второй Чеченской, та победа, которую отобразили в телевизоре, она была, заняла важную часть, важную нишу легитимизации вот этого бессменного российского лидера. Все вот эти видосики, о которых вы говорите, скорее всего, самодеятельность, и пока она не делегимизирует лидера российского, пожалуйста, этим можно заниматься. Как только где-то происходит что-то не так, там сразу же бьют по рукам, и не важно там кто. Но зачем? Зачем из Кадырова клоуна лепить? Так удобно было им пугать детей на ночь? Я то, что я видел эти видосики, мне кажется, что это личная инициатива, которая встраивается в понимание лидера Чечни вот того, как должна быть направлена сейчас информационная политика. То есть ему кажется, что это правильно, он это делает. Я не думаю, что это из администрации президента, и славяй темник, что надо вот это. Я вот продолжу немного эту тему. Возможно, там в моем как-то кругу общения образ еще одного диктатора, наряду с Путиным, я имею в виду Лукашенко, но за все эти дни полномасштабной войны в Украине, помимо всех этих официальных заявлений, которые он там делает наряду с Путиным, ну он вот очень-очень воспринимается каким-то комедийным. Понятное дело, что участие Беларуси непосредственно в полномасштабной войне в Украине не преуменьшается, предоставляет территорию, с которой ведутся ракетные обстрелы, вот эти все учения, все эти запугивания. Это вся вина, безусловно, за Лукашенко есть. Но он почему-то как-то воспринимается более комедийным, что ли, диктатором, если это можно так назвать, такую формулировку. Вам так не кажется? В чем вот этот вот феномен? Вот вы правильно сказали, применив слово «образ». То есть образ политика, вот если мы говорим о Лукашенко, либо мы говорим о российском президенте, он формируется средствами массовой информации, в данном случае средствами массовой дезинформации. Для большинства населения я имею в виду. И я могу сказать, что до 2014 года российский президент был достаточно популярен в России, из иностранных лидеров он там был на первых местах. А после 2014 года Лукашенко занял в Украине образ Лукашенко, самого популярного зарубежного политика, и он там соревновался с Меркиным. Вот. Еще раз. Образ можно сформировать любой. Человек для этого даже не нужен. Можно выдумать человека и сформировать ему образ. А комедийность образа Лукашенко, но опять же, это в нашем информационном пузыре он формируется. Это он формируется среди тех, кто вот эту информацию ищет альтернативно. Вы думаете, что в Беларуси к нему прям вот со всей строгостью относятся, учитывая все вот эти вот заявления? А я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. Ну это, мне кажется, везде на постсоветском пространстве воспринимается адекватными, ну вот именно каким-то комедийным персонажем. А, сколько адекватных? Это уже другой момент. Если можно, 30 секунд. Надо смотреть фокус-группы. Я могу сказать, что на фокус-группах вы можете увидеть удивительные вещи, как вот формируется образ и как это все прилавляется. И это будет совсем не то, что мы думаем. То есть обычный человек может думать совсем не так, как нам кажется, он должен был бы думать. А я вас слушаю и все время крутится в голове цитатка из Пелевина, из Generation P. «Солидный господь для солидных господ». Да, это об образе, который можно лепить даже без политика в телевизоре. Вот трансформация образа бункерного сидельца Путина. Вот куда его политехнологи дальше будут трансформировать его образ? Ну, после всего, что он учудил, вот куда этот образ будет лепить? В, не знаю, в Киммерсена Российской Федерации или куда? Ну, тяжело сказать. То есть залезть в голову как бы обитаминов старой клочади администрации президента Российской Федерации. Вот могу сказать, что российский политехнолог Абанск-Алямов, вот недавно я его слушал, он говорит, что рейтинг президента Российской Федерации в открытых опросах просел там после мая примерно на 8%. Это достаточно много, особенно в условиях войны, когда должна быть консолидация. Вот. То есть, ну да, они будут еще думать, я уже не знаю, снова его по году запустят, либо там журавлями он будет питать, либо очередную будет, НАТО будет там стегать, газ будет останавливать, запускать. Мне тяжело сказать, но будут что-то думать, потому что, видите, рейтинг опять падает. Что ж, здесь мы будем вам говорить спасибо, наше эфирное время завершается. Надеемся до новых встреч. Напомню, что с нами был аналитик медиа-центра Одесской политической платформы Юрий Христензин. Спасибо вам большое. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова